Боевики продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. По сообщению штаба АТО, за сутки противник обстрелял украинские позиции четыре раза. Били из гранатометов и минометов. Под Авдеевкой побывал наш военный корреспондент Геннадий Вивденко, и он расскажет о ситуации на передовой. Вот так прилетает одна из мин со стороны противника в район наших позиций перед Авдеевкой. Вражеский минометный обстрел начался после полудня. Среди бела дня начался обстрел минометный наших позиций, которые находятся в глубине. Нарушение минских домов, особовый склад. Получил команду, ушел в укрытие. Работает батарея противника. Миномет 82 мм. Вот сейчас в течение 15 минут три выхода было. Три выхода и три прихода. Боевики обстреливали наши позиции накануне. Бьют и сейчас с интервалом 10-30 минут. Пока украинские солдаты только фиксируют время открытия огня из вражеских гранатометов, ствольной артиллерии и пулеметов. Отмечают на картах огневые точки противника. Начинают провоцировать все более и более так. Я так понимаю, к концу перемирия время заканчивается. Мы готовы к работе. Вот в частности тоже результат работы огня оккупационных войск. Деревья обуглились, посечены будто косой. Интенсивность огня сейчас, конечно, немного снизилась, однако не прекратилась вовсе. Работают пулеметчики все 5-10. Вчера ночью так само напротив моей позиции вдаль глубь работал пулеметчик у нас. Спостерегаем и працюем, робим новые позиции, облаштовываемся. С утра здесь наблюдали вражеский беспилотник. После периодического огня из пулеметов и из танковых гранатометов противник решил пристреляться из более тяжелого оружия. Пока нашим способствует погода, плохая видимость затрудняет работу вражеской артиллерии. Сейчас снег пошел, туман. Буквально сейчас будет прояснение. Они могут вполне запустить обратно беспилотник, посмотреть попали, еще не выпали. То есть уже будет конкретно видно. Но ведь и затянуло сейчас пока надолго. Это хорошо. Это хорошо. После того, как отработает артиллерия, враг пытается подойти ближе к украинским позициям. Небольшими группами по 2-3 человека. Чтобы оценить нашу готовность к обороне. Украинский десантник очищает от привычной окопной грязи ленту крупнокалиберного пулемета. Чистому ленту для ДШК. Готовимся до вечера бурных ночей. Что может быть вечером? Вечером? Агрессия со стороны противника. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности в телеканал Интер из Донецкой области.